Доброе утро, друзья! Наше пиро продолжается, согласитесь, во время ремонта мы часто идем протоптанными дорожками, повторяя свой или чей-то опыт, и даже не задумываемся о последствиях. А дело в том, что привычные материалы или решения, которые были актуальны несколько лет назад, сегодня вообще могут выглядеть по-другому. Знаешь, как обычно создается дизайн с дизайнером? Ты приходишь, какие-то картинки, которые нашел в интернете, показываешь и говоришь, вот так хочу, вот это мне нравится. Сейчас показываешь картинку с потолками, 4 метра, огромными окнами интерьера, а хочешь делать хрущевки, как говорится. Ну, в общем, чтобы не навредить интерьеру, надо разобраться, как вообще действовать, и поможет нам с этим дизайнер интерьера Татьяна Самодурова. Доброе утро! Доброе утро! Давайте поговорим про то, что сейчас действительно портит интерьер. Вот что все вроде говорят, ну вот так надо, а на самом деле результат плачевный получается. Ну, об этом говорить можно очень долго, у нас не хватит эфирного времени. Давайте я выделю три основных момента, по моему мнению, так скажем. Вот, первая такая ошибка, которая встречается очень часто, это когда люди сделали ремонт и выбрали мебель несторазмерно своим комнатам, да? Ну, очень часто диван слишком большой, либо слишком маленький и не смотрится в помещении. То же самое происходит с люстрами, да? Когда у нас огромная комната, и мы повесили какую-то красивую люстру, но она слишком маленькая и потерялась. Либо, наоборот, свисает огромная. Либо, да, вот это хуже всего, когда она слишком огромная, и мы, когда проходим мимо, пытаемся постоянно где-то увернуться. Вот, ну, здесь такая рекомендация, просто, пожалуйста, берите люстры, которые можно отрегулировать по высоте, и тогда мы уже не прогадаем. С люстрами понятно, с размерами ошибаются предметов, которые размещают, что еще? Да, еще, когда мы вроде бы все сделали тоже очень красиво, грамотно, всю мебель подобрали, все по размерам хорошо, но что-то не так. Здесь у нас просто не сложилось цветовое сочетание, да? То есть цвета друг друга не дополняют, а наоборот подавляют. Здесь на помощь нам приходят в соцсети. Очень много подборок, да, где прописано, какие цвета. И даже пропорции, чтобы ты понимал, что коричневый тебе надо вот столько по отношению к стенкам. Да, пропорции, да. Есть такое правило внегласное у дизайнеров. 60% это должен быть основной цвет, 30% дополнительный, и всего лишь 10% акцентный яркий цвет. Не как иначе, а то вроде бы диван красивый, и обои такие вот очень хорошие, и пол такой вот яркий, классный. А когда вместе все собирается, получается... Не сложилось. Не сложилось. Но если сами дизайнеры даже допускают ошибки, когда создают какие-то проекты, то как вот обывателю не допустить их, когда он придумывает? Ну, не спешить. Я думаю, знаете, часто человек делает ошибку, когда совершает покупки еще в моменте. Вот это вот самая главная ошибка. Никогда не поддавайтесь эмоциям. Если вы увидели в салоне тот же диван, да, не будем далеко уходить, он вам безумно понравился, вы вернитесь домой, прикиньте, по размеру подойдет ли он в ваше помещение и подходит ли вам цветовая гамма. А если нет, какую бы цветовую гамму можно было бы исполнить в этом диване. А говорят, знаете, как еще можно делать? Можно фотографировать и потом там в фотошопе или в телефоне где-то коллажик собирать. Вот стенка такого размера, вот диванчик будет хорошо смотреться или нет. Это не обязательно быть профессиональным дизайнером. Ну, про это поговорили. Давайте поговорим про то, как не захламить квартиру. Ведь комнаты у нас не самые большие. Квадратный метр в Минске, да и в областных городах тоже не дешевый. Мало у кого есть квартира 200 метров, когда и диван, и какая-то кухня огромная, угловая и так далее. И кабинет, и комната для танцев. Как не переборщить? Смотрите, вот я еще не договорила про третий этап, как раз про такие вот, вы правильно сказали, про захламление, да, когда у нас появляется очень много маленьких деталей. Перегруз. Перегруз. Наши любимые статуэтки, подарки, сувениры, рамочки, подсвечники, все это такое красивое в магазинах. 23 магнита, а что их выбрасывать? Да, вот. Тогда просто, что нам нужно сделать, чтобы это все не выбрасывать, потому что это все греет нашу память, душу. Нам нужно придумать, как их скопоновать в какую-то композицию. То есть на каком-то подносе все это красиво выстроить, да, чтобы появилась композиция, либо в каком-то стеллаже. То есть отдать им какую-то нишу, место. Вот. Какие будут проходы, все прекрасно представить, где вы будете пить чай, встречать рассвет. Вот. Наверное, очень важно еще и представить, вот ты где больше всего, Маша, время в квартире проводишь? В какой комнате? Ну, сейчас, наверное, в зале. Вот. Очень мало, мне кажется, людей, которые проводят очень много времени в спальне. Смотря в какое пространство, наверное, да? Да. Но все равно многие почему-то, я вот у друзей видел и говорю, а что вы такую огромную комнату под спальню отдали? Вы же там только спите. Они говорят, да, не подумали. А все-таки зал должна быть, наверное, самая большая хорошая комната. Некоторые еще в спальне прячутся от детей. Это нормальное. Вот. И там можно и зеркало, и шкаф, и там, на самом деле, в спальне сразу много функций тоже. Это тут надо подумать. А если это вдруг, ну, не новостройка, и ремонт вы уже сделали, да, а как бы над мебелью не продумали, мы берем скотч и действуем по тому же принципу. Все вот это вот какой-то изолентрой прорисовываем на полу. А есть ли вот какие-то элементы декора, которые все-таки вне времени? Какая-нибудь классика, которая подойдет? Что не устаревает внутри? Ой, что не устаревает? Ну, наверное, это какие-то винтажные вещи абсолютно, даже какие-то доставшиеся вам от бабушек, дедушек, которые придают индивидуальность вашему пространству и которые, ну, являются вашим какой-то семейной реликвией. Такая вещь никогда не устареет. Наверное, и все, что из натуральных материалов тоже. Потому что паркет можно отреставрировать, шкаф какой-то винтажный, он только лучше от того, что потерт. А вот ламинат потертый уже не выглядит так хорошо, как потертый паркет. К сожалению, да. Так что задумывайся об интерьере, помним, что можно сделать много всего своими руками. Самое главное, осмотренность, наверное, умение видеть финальный результат. Вот это очень важно. Татьяна, спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. Про современные интерьеры и про то, как избежать ошибки мы говорили вместе с дизайнером интерьеров Татьяной Самодуровой. Хорошего дня. Хорошего дня. Спасибо, хорошего дня.